Приветствую вас! Давайте я, наверное, сперва отвечу вам на, значит, второй пункт обращения к специалистам, да, значит, по поводу того, что личное обращение к моему специалисту, писать в личку с просьбой оплатить потерянное время на написание публичного ответа, вот, поскольку я писал вам что-то подобное, что, соответственно, думаю, что имеет смысл сказать пару слов на эту тему, вот, насколько я помню, я вроде бы не просил вас оплатить, я просто написал, что обидно, вот, обидно. Такая была моя эмоция, я не видел смысла эту эмоцию скрывать, потому что считаю, что все эмоции естественные. Вы не должны, безусловно, но час аудио ответа, который был написан мной, довольно серьёзная работа, и естественно, что был откат, когда я увидел, что вы выбрали лучшего другого человека. Это эмоции. Я не знаю просто, имели ли вы в виду меня или что-то ещё, потому что, как бы вы здесь говорите, что это просьба оплатить. Вот, вроде бы от меня просьба не поступала, вот, но тем не менее. Если вдруг это касается меня, то я хочу сказать, что это просто обидно, это просто эмоции, это откат, откат, это нормально. Ну вот, и то, что я вам выразил, этот откат, это просто взрослая позиция, эээ, как бы взрослый посыл другому взрослому человеку, кем я вас считаю. Но если вы восприняли это за просьбу, то попросите, пожалуйста, я этого не хотел. Вот. Ленше всего я хотел бы принуждать вас оплату. Ну, вроде бы я не просил вас. Вот. Теперь вопрос по делу. Есть ли смысл работать без причины тревожности, когда она тебя давно не беспокоит, потому что пью по ксилу и он отлично работает? С точки зрения психологии без причины тревожности не бывает. С точки зрения психологии у тревожности всегда есть причины, и эти причины, как правило, кроются в подавленных эмоциях человека, в подавленных желаниях человека. То есть вы с лишней рационализацией того, что происходит. Вот. Поскольку вы являетесь достаточно рационалистичным человеком, я бы сказал, что рационализация – это один из ваших любимых средств защиты. Ага, вот. То для вас это особенно актуально. Что касается паксила, то сейчас работать с беспричиной тревожности смысла не имеет, пока вы пьете препарат. Потому что работать будет нечем, для вас актуальность этого снизится в разы. Можно дождаться курса, окончания курса приема, посмотреть на свою тревожность, на ее динамику. И если она будет попредельно вас беспокоить тревожности, я имею ввиду, то она уже начинает работать со специалистом над этим вопросом. Это, на мой взгляд, наиболее актуально. Значит, две ситуации. Печатевые. Что-то серьезное за здоровыми близких происходит, ты садишься и осознаешься, что это негативные эмоции, и не помогут ни тебе, ни больному, ни никому. Ты спокойно успокаиваешь всех вокруг. Так да, но так, проблема в том, что из второго примера ясно, что осознание далеко не всегда помогает, потому что есть еще и бессознательное, и вот именно бессознательное, оно, как правило, более серьезное влияние оказывает на то, что происходит. В жизни все нормально, ты в абсолютной зоне комфорта, суть тебя начинает бомбить тревога, без повода, никакая осознанность в этот момент не помогает. Помогает все на зипам. Существуют ли какие-то альтернативные способы быстрого выхода из этого состояния? Ну, быстрый выход из этого состояния, это НЛП и гипноз, насколько я знаю, если именно быстрый. А так нужно через ассоциации, да, через тревоги, через работу с чувствами, я имею в виду, когда вот вы тревожитесь, да, вы как бы вот проживаете эту тревогу. То есть, что случилось, на что направлен акцент, что выступает на передний план, на передний план, нужно искать. Потому что, еще раз повторю, без повода тревоги не бывает. То есть, вы этого не осознаете, да, это действительно так, но без повода тревоги не бывает. Альтернативные медикаменты нет. Ну, наверное, альтернативные медикаменты есть, но я не врач, чтобы вам их рекомендовать. Поэтому, по поводу медикаментов, я полагаю, раздел «Медицина» нужен. Не могли бы вы описать научно-популярно, какие блоки снимают алкоголь и амфитамин, переводя человека на другой уровень коммуникации и решительности? Да элементарно, блоки снимают с супер-эго, то есть, как это сказать, общественные нормы. То есть, все блоки, которые у нас есть, все это идет из супер-эго. То есть, из родителей, из общества, из каких-то значимых фигур, комплексы отсюда же появляются и так далее. И блоки таким образом ставятся на определенные эмоции, на определенные чувства, на определенные желания, на определенное поведение. Соответственно, амфитамин и алкоголь убирают это, убирают супер-эго то, что не ваше, то, что вам не принадлежит, и вы делаете то, что хотите. Иногда даже даже слишком бесконтрольно, что потом вам вредит. В этом негатив алкоголя и амфитаминов в том, что они бесконтрольно снимают блоки. Есть механизмы также снимать эти блоки, но без побочных эффектов данных веществ. Да, есть, опять же, это возрастная регрессия, когда, собственно, возрастная регрессия в период, когда эти блоки появились. И повторное проживание этих эпизодов для того, чтобы убрать блок. Это называется проживание, проработка. Вот психологи очень часто используют слово проработка, да. И означает это именно этот момент, что человек возвращается в прошлое, да, когда блок был установлен в результате какого-то эмоционально окрашенного события. И снова и снова от первого лица в настоящем времени это событие проще проживает, замечая все новые, 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 новые факторы. Пока, наконец, полностью это событие им понято не будет и прожито до конца, после чего оно уже беспокоить человека не будет. Вот. К подобному подходу есть достаточно много способов, да, то есть это способы, и из психоаналитической школы, и из транзакционного анализа, и из гистальтерапии, и из логотерапии, и из экзистенциальной терапии, то есть каждая школа подходит со своего как бы угла, да, со своей точки зрения. Например, психоанализ работает с ассоциациями, с влечениями желаниями, допустим, и с разрешением как бы себе этого, ну, разрешение имеется в виду позволение, отброс цензуры. Транзакционный анализ работает в контексте эго-состояния, ребенок-взрослый, родитель, и направлен на то, чтобы все три эго-состояния, как бы находились в гармонии с собой желания, анализ действия и нормы. Вот. То есть, чтобы это не противоречило, не противоречило друг другу. Гистальтерапия преследует цель именно более полного чувственного опыта и осознавания реальности вокруг себя. Соответственно, логотерапия предполагает смысл, да, то есть, зачем, для чего мне то, что я делаю там, ну и так далее. А экзистенциальная психология, она преследует цель нахождения бытийного смысла. Вот. Этих же самых блоков и так далее. Ну и, собственно, на мой взгляд, поиск состоит в том, к чему именно вы ближе. Ближе ли вы к эмоциям, ближе ли вы к радостью, к рационалистичному, либо ближе ли вы к такому вот разделению себя на, собственно, эго-состояние. Специально не упомянул здесь когнитивную терапию, потому что когнитивная терапия работает совсем другим ключом, эээ, совсем другом ключе. Вот. Вот, в принципе, эээ, так вот я думаю, вам будет ответить на ваши вопросы, они такие относительно небольшие. Вот. Эээ, на этом всё. Эээ, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Эээ, буду рад помочь вам. Эээ, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Эээ, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Эээ. 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 Эээ.